Я бы услышать от президента, я честно говорю, я очень сильно ждал, я надеялся, я не скрываю это, что он скажет. Вот я три раза отдавал указания, ну указ подписывал, о том, что чиновники, депутаты, военные, ну госслужащие, время, которое заменяет должность госслужащих, должны были отказаться от иностранного гражданства или уволиться. Согласен. Никто этого не сделал, и президент промолчал. Мне непонятно эта позиция. Почему так происходит? Почему это происходит, да, понимаете. И как результат общенников в Англии. Я очень сильно ждал, что президент сказал, все, ребята, шаг. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте, Сергей Анатольевич. Здравствуйте, здравствуйте, товарищи. Русские вперед, в передаче «Родная земля», «Великая Россия», «Святая Русь», «С нами Бог». Русские вперед, русские сила, «Справедливая Россия». Вот у меня есть десяток, наверное, вопросов, ну, если будем коротко идти, я буду зачитывать, а вы будете коротко говорить, там я буду спрашивать, говорю, ваше мнение, вы рассказали, сказали, и пошли дальше. Регионы, где показатели рождаемости ниже среднероссийских получат помощь не менее 75 миллиардов рублей. Что по этому поводу думаете, что скажете? Это вы взяли из послания президента. Да, 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 коротко скажу так, что я прошляпил ответить на этот вопрос своевременно. Когда я это услышал, я сразу думаю, надо дать Павлу Евгеньевичу интервью. Почему? Потому что в Севастополе сейчас заявят о том, что рождаемость упала. Оно так и произошло. Оно так и произошло. А у нас же чиновники заточены на что? Получение денежных средств. Да, ничего. Не ограниченных количеств. Поэтому, да, нам надо поднимать демографию. И как я в шутку говорю, Бен-Али взял у нас это обязательство. Шесть детей? В каждом районе города по пять детей. По пять детей. Да, четыре района. Причем надо скормить этих детей, поднять их надо. Это целое дело. Ну, государство будет помогать. Раз прошляпила демографию, да. Ну, кстати, если позже случаем сказать коротко по той ситуации, что мужчин становится все меньше. Мы в будущем будем ожидать такое, что женщинам мужчин не будет хватать. Ну, у нас, я перед этим говорил, что у нас женщины сегодня уже стали. Мы уже подобные. Ну, я не хочу никого обидеть, оскорбить из них. Но хотелось бы, выйдя на улицу, увидеть все-таки женщин, да. Согласен абсолютно. Согласен в юбочках, в платье. Чтобы они скромнее были. Усинки, да, такие. И губы не надували там до ушей и прочее. Спасибо, Сергей. Тоже переходим к следующему вопросу. В ближайшие шесть лет на строительство, ремонт и оснащение объектов здравоохранения дополнительно направят более одного триллиона рублей. Смотрите, сумма какая. Триллион. Ну, во-первых, где эти деньги взять? Где взять? Во-вторых, показатель у нас по Севастополю, сколько уже у нас лет строит кластер медицинский, да. И где эти деньги? То есть, если это будет таким же образом происходить, но мы с вами не доживем. Не доживем. Ну, еще немаловажный фактор, мы с вами обсуждали уже не один раз об этом, но построили мы медицинский кластер. Завезли оборудование. Никто не умеет пользоваться. А кто будет вообще заниматься, лечить, потому что сегодня для того, чтобы выпустить врача с института, надо шесть лет. Это только выпустить. Ну, выпустить как бы птенца, я не хочу убедить. Ну да, он закончится, а ему еще надо практику. А ему еще надо набрать силы, знания, практику. Поэтому здесь надо идти... Минимум 10 лет врач готовится. Здесь параллельно надо было. Я считаю, что когда президент делал это послание, ему надо было связать, что уже сегодня надо готовить именно врачей-специалистов. Это институты восстанавливать, возобновлять, реанимировать, строить новые. Но уже надо, уже врачей. У нас в Севастополе врачей нехватка, вы же знаете. Я в курсе, и скорой помощи не хватает. Спасибо, Сергей Анатольевич. Следующий вопрос. Новый национальный проект «Кадры», который позволит до 2028 года подготовить более 1 миллиона специалистов. Представляете, 1 миллиона. Да, но это кадры имели в виду, я так думаю, что не руководство, не кадры руководящие, а именно кадры-специалисты. Ну да, тут же как раз... Токари, токари, ну, образно, да. Вот смотрите, нехватка кадров – один из рисков для российской экономики до 2028 года. Вопрос, вы знаете, что я директор предприятия. Я вам скажу этот вопрос еще при Украине, когда я давал социальные... Как она называется, да. Что мне нужны были специалисты. Ко мне присылали людей совершенно другого профиля. Которые вообще ничего не переучивать надо. Они приходили, ну, там понятно, что они там и не рябанили, и все остальное там было. Но на сегодняшний день действительно нету специалистов, и надо национализировать заводы. Вот как у нас, вот Женьки забыл, забыл. А при нем было два училища. Училища, ПТУ третья и Моя. И был техникум еще, судостроительный техникум. Ну да, да, да. То есть в кадрах готовились. Да, строительный был у нас техникум. Да, для строительного техникум. Ну, кстати, вот Владимир Владимирович Путин, где-то месяц назад я слышал, когда он сказал, что по поводу вот этих гастарбайтеров, он сказал, что не рассчитывайте и не надеетесь. Поднимайте эффективность рабочих своих. Павел Евгеньевич, я вам скажу так, что у нас достаточно специалистов своих. Которые могли бы. Которые могли бы работать. Только дайте им хорошую зарплату. Но вопрос в чем? Значит, кто-то во власти умышленно делает, завозит сюда гастарбайтеров по двум причинам. Во-первых, они наживаются, а во-вторых, они еще геополитически видят процесс, чтобы нас с вами просто... Ну да, этот процесс идет, согласен. Вы знаете, может быть, не будет у нас первое время хватать. Какое-то время, да, будет провал небольшой. Но мы должны научить сами сейчас своих специалистов, чтобы молодежь не уезжала, а наоборот шла и была заинтересована. Ну да, вы сейчас фактически говорите о том, что уже сегодня необходимо начинать в России реформы, которые вы поднимали бы. Вчера уже надо было. Ну да, согласен с вами. Павел Евгеньевич, хочу добавить, вы же знаете, что я всегда говорю, когда меня спрашивают, я говорю, сладчик. Ну да. Я горжусь этим, потому что я сладчик, четвертый разряд, и работал в бригаде, единственная бригада воженики, и затем проходила только три балла, снимок, рентген, сладочная шла. И мы варили именно стрелу на плавкран. А, богатырь, наверное, да? Да, у нас нет, там же Черноморец, Богатырь, Викистец был, потом Севастополец, Севастополец-3. Где это все? Выдвижная стрела была. И я этим гордился и горжусь. И мои одногруппники, к сожалению, их тоже, скажем, годом все меньше. Меньше, меньше, меньше. Да, до сих пор работают свадчиками, и они бы могли пойти преподавать уже. Естественно. Потому что они уже пенсионного возраста какие. Ну да. И могли бы пойти преподавать, учить, потому что нам нужны действительно специальности. Мы сегодня, не мы, а власть, элита, политическая элита, элита, олигархи эти, умышленно уничтожили рабочий класс и крестьян. Им выгоднее привозить все из-за границы и на этом наживаться. Поэтому я с президентом по вот этим вопросам полностью согласен и поддерживаю. Только здесь нужно уточнение делать, чтобы мы не погубили. Ну не мы, а негодяи, которые могут этим... Которые на этом будут наживаться. Сергей Анатольевич, вы смотрите. Запустить новую программу расселения из аварийного жилья. Вы знаете, что в городе Герой Севастополя такого жилья уже много. Это Истомина, Горпичинка. Это реновация. Реновация, да. Реновация, но та реновация, которую предлагает власть сегодня, элита, это дерьмо. Это дерьмо. Потому что я им предложу лучший вариант. Более того, эти деньги, которые пойдут на реновацию, я вам скажу так, минимум 50% будут возвращаться. Это минимум 50% будет возвращаться в бюджет. Более того, у людей будет собственность. Ну да, но я знаю, сейчас вот в Балаклавии такой процесс начался. Там уже отселяют людей. Знаете, куда их отселяют? Ну это не то. Я понимаю, какого? Я понимаю, на Ликензиевые горы и все остальное. Это бред вообще. Это барыги занимаются. Конечно. Власть барыг. Сегодня в России власть барыг. Опять мы упираемся в то, что в правительстве Севастополя должны быть севастопольцы, которые будут... Севастопольцы, понимаете, я хочу уточнить просто, севастопольцы, патриоты и специалисты, знающие дело, болеющие, радеющие, которые знают, что... Для людей не будет делать, они против людей. Согласен. То есть сегодня нужно запускать этот проект, делать его более совершенным в Севастополе. Да, у меня вот просто, понимаете, видят то, что происходит в этой элите, да, в этой... Элите? Элите. Ну, кстати, мы сейчас поговорим и об элите. Большие сомнения, что то, что президент озвучил, будет выполнено именно так, как оно должно быть. Сергей Анатольевич, более 4,5 триллионов рублей будет направлено до 2030 года на модернизацию ЖКХ, включая частные средства. Вот что думаете по этому поводу? Как вообще воспринимаете вот эту кухню? Я всегда был... ЖКХ. ЖКХ. Во-первых, я считаю, что это должно быть и под эгидой государства, и никаких частных... Никаких частников. Никаких частников не должно быть. Более того, учитывая сегодняшнюю ситуацию в правительстве Севастополя, и кто там находится, сколько там, вы сказали, суммы? Сумма 4,5 триллиона рублей. Ну, я думаю, 4,5 триллиона рублей, если по 1,5 триллиона дойдет, то это хорошо будет. Ну, это супер будет тогда. Да, остальное идет по карманам. Да, вот, кстати, это самое, Сергей Анатольевич, вот следующий вопрос вообще очень интересный. Российская Федерация выделит 150 миллиардов рублей на обновление общественного транспорта. Вот что скажете по этому поводу? Вопрос здесь неоднозначный, да, то есть к этому предложению есть вопросы. Да, конечно. Общественный транспорт у нас с вами, такси, троллейбусы, автобусы, катера. Ну, фактически все. Катера, паром. Вопрос в том, что нужна программа, конкретная программа, конкретная, да, государственная программа, конкретная, логично, пошагово должно быть, чтобы вы понимали, что, как, куда. Опять же, исходя из того, что мы видим в правительстве Севастополя, у чиновников, это все будет загублено в Севастополе. Ну, потому что кадры. За другие. Кадры опять. Все начинается с кадров. Я не придираюсь, я просто не вижу, кто может быть из них, может из них. Честно это все сделать грамотно и умно. Сергей Анатольевич, с 2021 года в Российской Федерации восстанавливается больше лесов, чем вырубается. Вот что по этому поводу думаете, что скажете? Ну, судя по тем роликам, которые я вижу и показывают, везде гуляют, да, и мне сказал, что они возобновляются. То, что вывозят, да, потому что, посмотрите, он тайгу и сколько леса повырубали, и, по-моему, китайцы туда везут, везут. Ужас, это неимоверное количество. Вы посмотрите в Севастополе, что тоже то есть. То же самое, то есть прекратить. Ну, это не леса, мы видим скверы. Ну, да, прекратить торговлю сырьем и начинать продавать изделия. Я думаю, в этом плане президента ввели в заложение. Да, вы думаете? Да. Ну, подумаем и дальше об этом. Вот, Сергей Анатольевич, вот в вашем понимании такое вот, что такое элита, да, вот мы часто сталкиваемся, там говорят, российская элита, там, военная элита. Во многом, вот, говорят, да, и вот сегодня это слово стало даже несколько нарицательным. Да, то есть уже говорят, что идет дискредитация данного фактически вообще слова даже. Там мне это слово неинтересно. Ну, да. Ну, вот что хочется сказать. Подлинная, настоящая элита – это те, кто служат России, труженьки и войны, делом доказавшие свою преданность России. Вот я даже спорить не буду. Не будете спорить? Ну, вы вспомните Советский Союз, у нас на первых страницах газет, журналов, телевизор. Труженики, болей, лесов, морей. Да, и кого мы ограждали, о ком говорили, Страханов. Человек труда был главный. Оголь, похозники, да, свинарка и пастух художественные, трактористы. Трактористы, да, там много. Поэтому здесь, да, а элита у нас была вот эта продажная, еврейская, жидовская элита. Которая сдала нас по тархам, фактически. Да, в Центральном комитете партии. Согласен, абсолютно. Коммунистическая партия. Сергей Анатольевич, вот герои спецоперации должны выходить на ведущие позиции в системе образования, бизнесе, госуправлении, возглавляете регионы и предприятия. Вы с этим согласны? Частично. Об этом президент говорит. Ну, президент о своем мнении. У меня о своем мнении. Да? То есть частично. Частично согласен, объясню, почему. Не каждый хороший игрок может стать хорошим тренером. Согласен. Это первое. Второе. Мы с вами знаем людей, даже по Севастополю, которые не принимали участие в СОО. Ну, пользы приносят больше, чем. Ну, это один из моментов. Я хотел другое сказать. Что, которые, не принимая участия в СОО, ну, в боевых действиях, почему-то кричат, что у них там за мужество проявленное там. В боях. Три дня мы бились. Да, да, нагрождают. Другие там еще что-то. Многие кроются. Нет, Сергей Анатольевич, это понятно, что... Подождите, дайте я закончу мысль. Дальше мы знаем тех, которые интенданты или офицеры, которые кроются этим, присваиваются медали и подвиги наших ребят. Те реально, которые... Это я тоже знаю. К сожалению. То, что с СОО выйдет военная элита, я в этом даже не сомневаюсь. Конечно. А то, что из Севастополя направлены люди в освобожденной территории руководить, ну, туда же не лучше отправлены, как и в Севастополь были направлены. Ну, теперь-то мы это с вами поняли уже. Да, поэтому здесь тоже уже идет заблуждение. Ну, а теперь давайте гипотетически представим, что да, сейчас этот кадровый вопрос, эту элиту будут... Ну, и учить-то я буду тех, кто и учил этих. Ну, в общем-то да, согласен. Ну, во всяком случае, вот я смотрел, да, даже несколько этих самых интервью, высокопоставленных, будем так говорить, губернаторов. Они говорят, кто вам сказал, что к вам поехали лучшие? Да лучше же здесь остались, никто их туда не отправит. Павел Геннадьевич, я считаю, что нужно, что лучше, чем те кадры, которые руководили в советские, постсоветские времена и хотя бы после развала, там, да, первые периоды. Лучше их никто не научит, нашу молодежь, молодые кадры руководить и управлять городом, регионом и департаментом. Согласен, согласен. Это то же самое, как говорят, что лучше сделать, из патриота сделать хорошего производственника, да, или из хорошего производственника сделать хорошего патриота. Ну, мы же знаем, как там учат, да, социатки, заплаты. Школа лидеров, вот они, эти лидеры, лазают на коленях, блин, ползают, едут ванши. Нет, его пытались. Школа лидеров, твою мать! Павел Геннадьевич, я считаю, для того, чтобы человек стал руководителем города, да, ну, будем говорить, почему он должен пройти армию. Обязательно. Ну, законодательное образование, армию, он должен проработать по своему профилю не менее 15-20 лет. Ну, а где таких людей? С ростом. Ну, понятно, о чем вы говорите, да. И потом уже, кстати, в Советском Союзе кадровая политика была очень хорошая, но опять нам ее испоганили кадры. Именно высшие кадры, высшее руководство, да. Сергей Анатольевич, вот следующее. Элиты – это те, кто служит России, а не те, кто добили карманы в 1990-х годах. Согласен, согласен, да. Вот так можно уже сегодня говорить, что вот это элита. Мы поддерживаем, да, президента, я согласен с этим. 100 миллиардов рублей на просветительские, образовательные, исторические проекты в кино, интернете, в соцсетях. Согласны? Согласен, но опять нужно пошагово логистика. Кому попадет это все, да? Да, опять здесь нужно, в связи с тем, что мы сегодня испорчены, ну, россияне. Деградированы. Деградированы, да, скажем так. Мы есть, к счастью, есть порядочные, нормальные, умные люди. Абсолютно. Было потом чем гордиться, а потом не садиться на задницу и говорить, как это получилось, как овтяников уехал. Мы с вами говорили, и как раз про просвещение. Ну, что, нам образование надо, а мне нужно министерство просвещения. Нам нужно министерство образования. Нам надо детей образовывать, а не просвещать. Сергей Анатольевич, вот еще такой вопрос. Временный мораторий на проверки бизнеса себя оправдал уже, да? А с 2025 года необходимо перейти на риск, ориентированный подход и фактически министерство, маленькие проверки делать, то есть незначительные. Я, опять же, занимаюсь бизнесом, да, очень долгое время, как, ну, с какого там, с 2007 года, по-моему. И директор, и учредитель, и, знаете, вот то, что за эти 10 лет, но хуже я не видел. Такого не было еще никогда. Да, уничтожение малого среднего бизнеса. Это налоговый, особенно налоговый орган, это карательный орган, уничтожающий. И вот, вы знаете, что меня удивляет? Мишустин, как бы, руководил Федеральной налоговой службой, он придумал это все дерьмо, которое начало, и его послали еще и премьер-министром. За это? Понимаете? За это? Вот ты не заплатил вовремя налоги, да, тебе сразу штраф 20%. Да это офигеть! Вы сначала узнаете, почему этот притургатель не заплатил. Разберите. Потому что у него есть заказчики, которые не дали ему деньги. Он что, должен пойти продать свою печень, что ли, или своей задницей идти зарабатывать на панель, что ли? Вот это и есть самое страшное, самое неприятное. Вообще, я считаю, этот налоговый орган, он не нужен. Налоговая, да, сделайте единую ставку, там 3% или там 2%, у тебя поступили деньги, заплатил этот налог. Сразу отдал и все, и гуляй. А то, что зарплаты с рабочих ты платишь, и вот это вот ты должен в соцстрах. А зачем нам платить пенсию, если ее воруют? Ну да. Куда она пошла? Зачем платить этот соцстрах, который тоже неизвестно. Вы сейчас взяли пенсионный фонд и объединились со соцстрахом. Слышал, да. Ну это ерунда. Денег нет, деньги поворовали. Глядь, а он даже и не ответил. Не ответил. Гор этот. Здание понакупали. А где закон об ответственности? Нет. Я не буду слышать от президента, я честно говорю, я очень сильно ждал, я надеялся, я не скрываю это, что он скажет. Я три раза давал указание, указ подписывал, о том, что чиновники, депутаты, военные, госслужащие, время которое заменяет должность госслужащих, должны были отказаться от иностранного гражданства или уволиться. Согласен. Никто этого не сделал, и президент промолчал. Мне непонятна эта позиция. Почему так происходит? Почему это происходит, да, понимаете. И как результат овсянников в Англии. Я очень сильно ждал, что президент скажет. Все, ребята. Все, ребята. Все. 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 Все.